Добро пожаловать, ребятки! Сегодня у нас будет очень интересная инди-игрушка, инди-хоррорюшка под названием Insane Hell Torium. Как-то так она называется, переводится что-то адское место, что-то с этим. Окей, главное менюшка у нас тут показывает управление, что как управлять и что как взаимодействовать с главным героем. Ладно, поехали, старт. Так, окей, ребятки, мы начали, значит... Мне уже страшно. И я вижу, значит, какое-то старое поместье. Здравствуйте, манекен. Интересно, почему ты тут стоишь? Окей, значит, игра выпущена очень давно. Так, тихо. И говорят, что тут реально пугает атмосфера. Окей, куда пойдем? Сюда или туда? Не знаю. Давай, в принципе, пойдем сюда. Так, окей, открывай. Так, окей, нужно нажать на клавишу, чтобы открыть дверь. Так, хорошо. Давай закроем дверку за собой. Если... Так, подожди. Господи, какое сложное управление. Открыть дверь. И чтобы ее закрыть, нужно нажимать на Q. Окей, вижу. Вижу какие-то старые полки, старые стулья. Так. Ну и все, манекен, уходи отсюда, а я тебя заменю. Прикольно. Реально страшно. Реально. Вот. Хоть игра сделана... Ой, тихо. Игра сделана инди-разработчиком, но тут реально атмосфера есть. Так, это что? Так, мы можем двигать предметы, оказывается. Смотри. Не во всех играх это можно делать, но... Все-таки есть такая функция. Окей. Вижу, тут кто-то стоит. Какой-то чувак. И тут какая-то непонятная штука, паутина спайдермена. Только черного спайдермена, не красного. Окей. Погнали. В принципе, будем выходить сейчас и посмотрим, что у нас там. Так, открывай. Если что, я сразу сюда забегу, чтобы спрятаться от монстров. Хотя непонятно, есть ли тут вообще монстры, либо как. И я, кстати, что-то вижу на полу. Окей, какая-то записка. И, в принципе, понятно. Окей, тут есть второй этаж. На второй этаж я пока не пойду. Давай обследуем первый. И погнали. Тут, значит, написано офисы. То есть офисы там. Поехали. Так, какие-то туалеты. Ну, как всегда. Во всех хоррорах туалет это страшное место. Тихо. Интересно. Так. Что-то тут прошло. Окей. Какое-то привидение. Тут что? Опять туалет. Привидения уже нет. Какие-то старинные картины. Ну, короче, стандартный такой, знаешь, инди-ужастик. Так, окей. Подожди. Надеюсь, эти двери будут закрыты. Нихрена подобного. Блин, капец. Тут реально жутко. Вот реально, знаешь, во всех страшных играх, когда большое пространство, это реально очень напрягает. Не знаю почему, но именно такая штука есть. Круто. Мы, кстати, можем бегать. И, кстати, у нас какое-то кровавое пятно появляется в уголке. Я не знаю, что оно... Тихо. Я не знаю, что оно может означать. Ну, ладно. Окей. Опять какая-то слизь тут. Это черная. И, как бы, ничего больше интересного нет. Так, можно мне булочек, пожалуйста? Нет, тут только вонючая тарелка стоит. Еще одна вонючая тарелка. И еще одна вонючая тарелка. Ладно, окей. Я так понимаю, это кухня. Вообще, это какой-то санаторий. Толком... Описание игры я не читал. Чисто скачал недели две назад еще. Хотел ее заснять, но почему-то... Передумал. Ну, и сейчас, когда мне захотелось, я решил поиграть. Окей. Так, ладно, давай пробежимся. Сюда зайдем. Так, и опять очень много пространства. Вот, и, кстати... Тихо. Тихо, тихо. Меня напрягает почему-то. Так, давай-ка зайдем. О! Тихо. Так, мы можем прыгать. И что-то, я так понимаю, где-то появилось, но я его не увидел. Очень непонятно. Ладно. Кстати, я только сейчас заметил вот эту фигню, то, что когда мы поворачиваемся, за нами поворачиваются стулья. Ты посмотри, реально прикольно сделали. Не знаю почему, но это реально очень круто смотрится. Ладно, давай, в принципе, тут не будем задерживаться. Кстати, может, мы врубим пожарную сигнализацию и нафиг убежим отсюда. И всех растревожим призраков и монстров, которые тут находятся. Ладно, окей. Давай будем двигаться, в принципе, вот туда. Блин, ты это слышишь? Там реально такие звуки. Там реально такие звуки, как будто кто-то что-то металлическое по полу возит, что-то царапает. Непонятно. Так, опять какие-то большие залы. Ух ты, ё-моё, как там жёстко. Ладно, окей. Давай обследуем вот это место и уйдём отсюда. Так, ну, конечно же, старая традиция хоррор-игр это пугалки с манекенами. Во всех страшных хоррор-играх тех годов очень часто встречаются манекены, потому что они очень пугают. Окей, я вижу манекены с запиской. Хорошо. Так, окей. Кто хочет перевести? Я чисто не хочу сейчас... Воу. Тихо. Что, туда ты ход? Куда ты пропал? Указал туда и пропал. Окей, ну тут... Куда ты манекен указывал? Тут всё нафиг закрыто. Опять этой чёрной слизью... Это... И паутиной чёрного человека-паука. Ладно. Кстати, а тут такой функции нет, как со стульями? Не. Такой тут функции нету. Окей. Хорошо. Тихо. А, тихо, манекен! Уйди! Манекен, уйди! Не-не-не-не-не-не-не. Иди нафиг. Иди нафиг. Не хочу с тобой связываться. Прости. Не хочу с тобой иметь никаких дел. Мне в других хоррор играх... Тебя реально хватило. Окей, давай будем, в принципе, идти. И мне только что показалось, что кто-то тут стоит. Ладно. Ладно, ладно, ладно. Окей. И, кстати, мы можем тут открывать ящики, в которых тоже ничего нету. Ладно. Опять записка. Бла-бла-бла. Все дела. Окей. Вау! Вау-вау-вау-вау-вау! Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не Так Смотри, реально какой страшный манекен Не знаю почему, но меня этот манекен Все-таки пугает Ладно Кстати, прикольно, кто-то тут разбил дверь Смотри, жестко ее просто расколошматил Ну ладно, давай в принципе ее Мы можем ее закрыть Подожди, закрой Ну все, я думаю, это нас удержит от монстра Либо же от призрака, который хочет нас поймать Я думаю, это самое лучшее решение Не покупайте полудвери Будет вам защита Ладно, окей Какие-то тут черепушки Окей, хорошо Так, можно посмотреть Никто там не идет Я занял этот номер, никто ко мне не подойдет Ладно, давай аккуратно в принципе двигаться дальше Так, тут что? Ладно, окей Это еще что за комната? Так, это, я так понимаю, какая-то комната Знаешь, по типу хозяйственной Где хранились всякие вещи Тряпки, швабры и так далее Чисто для уборки Блин, там капец Ты слышишь? Ты слышишь? Там реально шумит что-то жестко Ладно Окей Открывай Оооо, какие двери страшные, старые, ржавые Ну, так мы сможем тут пройти Ага, можно пройти Окей, кстати Я не знаю, игра какого года Но ей точно более шести лет И для своего года Для своего времени Она очень, кстати, хорошо сделана Хоть это и... Вот для Индии проекта Она реально хорошо сделана Реально хорошо выполнена Реально атмосфера тут есть И нету таких багов Как в некоторых других Хоррор играх Так, давай-ка закроемся Закрой, 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 закрой Все Все, я Я в домике Если еще можно было бы Прятаться под кроватью То Было бы реально круто Но это не бабка Грейни Так что под кроватями Мы не можем прятаться И опять-то боссные Матрасы какие-то Вообще это уже Кстати, традиция в хоррор играх Вот эти обоссанные матрасы Так, давай Открывай Если даже мы подохнем То ничего страшного Я не горю желанием Ее пройти полностью Кстати, вот это очень странно Никогда Никогда не видел ни в одной в игре Такой фигни В плане таких коридорчиков Не знаю, для чего его тут сделали Но может тут когда-нибудь что-то появится К примеру, какой-нибудь монстр Нас напугает Либо же тот же самый манекен Тут появится Так Окей Тут, слава богу, закрыто Это все Вот это черная паутина И, кстати, там что-то есть Я вижу Там какие-то есть Непонятные Шкафчики Окей Смотри Опять какие-то старые Больничные койки Так, ладно Слава богу, что мы можем бегать Это самое хорошее Так О, смотри Давай все тут нафиг Бауруб Смотри Подожди Вау Прикольно Ладно, окей Кстати Может нам нужно подбирать эти Ампулы, капсулы Подожди, открой Не, я их подбирать не могу Смотри Реально как темно Когда мы выключаем фонарь Реально Вот ты дальше Ничего там не видишь Как бы Без фонаря тут Нельзя Окей Тут что-то страшное Так А Все, я понял Где это мы Смотри Вот эта комната Там Про которую я говорил Что там тряпки Ну, в принципе Я думаю, вы поняли Что Это за комната Окей А тут что Подожди Тут можно же разглядеть А Тут проход на второй этаж Я тебя понял Окей А это что? Что-то написано Self Окей Мы можем О, ничего Ничего себе Подожди Стой, 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 стой А Вот как Все Интересно А Это как бы Невидимые чернила И кто-то написал тут Save yourself Прикольно Прикольно Окей А вообще Кстати Невидимые чернила Это такая Крутая штука Я их сам делал В домашних условиях В детстве Это очень Было прикольно Ну и также Ручки вроде до сих пор Продают с невыгимыми Чернилами Все это очень прикольно Смотрится Есть еще Есть еще Какие-то Исчезающие чернила То есть Напишите Через какое-то время Они исчезают Окей Значит Опять Какие-то Непонятные Тут Завороты В плане Коридоров Так Тут мы были А где мы еще Не были Кстати Когда мы Долго Бежим То Наш главный Герой Задыхается И у него Темнеет В глазах Не знаю Зачем Эту фигню Хотя Можно было Просто добавить Бесконечный Бег Ну ладно Окей Обследовали Значит Мы Вот эту Территорию Я пока Ничего Не нашел Я реально Пока Ничего Не нашел Давай Пойдем На Второй Этаж У нас Тут Есть Еще Второй Этаж И Он Закрыт И Он Опять Закрыт Своей Паутиной Человека Паука Только Черного Человека Паука Не Красного Окей Не знаю Ребятки Как попасть На второй Этаж Наверное Тут Нужно Решать Какие То Головоломки Но Никаких Головоломок Я не Нашел Кроме Записок Которые Валяются Тут По всему Этому Дому И Кроме Вот Той Надписи На стене Ну думаю Ребятки Закончим Мы на Этом Данную Игру Подписывайтесь На канал Для сети Видео Ставьте Большие Пальцы Р С вами был Кот Всем Удачи И Всем Пока Пока